Андрей Дюйвич. Я хотел бы чуть-чуть порассуждать, Константин, и вам в поддержку, но важный, мне кажется, момент. Правительство сейчас, у меня такое ощущение, что взяло себе на вооружение тактику путинскую. Чуть-чуть надавить на бизнес, потом чуть-чуть отпустить, и мы вроде бы как счастливы. Это 724-е постановление, это типичный пример. Отмена его, мы вздохнем спокойно и забудем о том, что на самом деле, на самом деле ситуация обстоит абсурдно. Коррупцию мы пытаемся контролировать органами, которые создаются вновь. Создающиеся органы также нужно контролировать, потому что там очень быстро тоже может появиться коррупция. У нас настраиваются очень сложные пирамиды, хотя со времен еще древнеримских императоров было известно, что охранять охранников невозможно. Причина коррупции у нас как раз внутри, вот она въевшаяся в наше общество, и она не решается системами контроля. Абсолютно понятно, что ДФС, что таможня в нынешнем виде, что прокуратура на 90%, что суды на 99% это то, что должно быть наконец-то отпущено на свободу. Эти люди томятся в страшной системе, в которой их заставляют брать взятки, принимать неправосудные решения. Они должны наконец освободиться. Дайте им свободу уже, в конце концов. Я уверен, что и как бизнесмен, я это знаю по бизнесам, по реальным, люди готовы платить налоги, люди готовы платить реальные таможенные платежи. Сейчас остановили официальные импортеры, например, автомобильные, просто растаможку, потому что это бессмысленно делать в нынешних условиях. Но они готовы платить нормальные таможенные пошлины, как это было и раньше. Посему сейчас Украина находится на таком очень интересном перепутье. Мы выбираем или сохранять существующую систему, или тотальную реформировать. Это первое измерение. А второе, это усиливать контроль или дать, наконец, свободу. Так вот, никакая коррупция не поборется контролем. Контроль не борет коррупцию. Исключительно ответственная свобода и доверие это то, что в конечном итоге позволит нам избавиться от коррупции на каждом уровне. И наказание за обман доверия. Конечно, абсолютно. И сейчас мы находимся в ситуации, когда те, у кого есть деньги, коррупционеры имеют возможность решать с коррупционерами свои вопросы. Абсолютно. Поэтому сейчас все попытки, все проверки – это борьба с честными людьми. Все суды – это восстановление несправедливости. Учащие. 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 Учащие.